Всем привет! Мы продолжаем играть в фермер-симулятор 19. Настала пора уборки полей, и здесь мы собираем овес, который будем свозить нашим лошадкам. И, кстати, о лошадках. Лошадок теперь мы можем продать, и я предлагаю это сделать, и, возможно, у нас хватит денег на то, чтобы купить новый комбайн. Это было бы здорово, потому что этот, откровенно говоря, уже устарел. Давайте мы переместимся, поедем, посмотрим. Так, у нас в сарае, по-моему, да, продается? Вот смотрим, да, у нас уже 50 тысяч. Еда есть. Сейчас еще подсыпем овса. А продажа... Продажа соломы нам нужна. Солома 113. Да, по-моему, это солома. И это дело все в сарае находится. Дело в том, что у нас реально соломы очень много, и девать ее совершенно некто. То есть, тут один только вариант продавать. Так, в полмаре вот здесь вот у нас есть большой спрос, и этот большой спрос, по-моему, там на свеклу, если я не ошибаюсь. То есть, нам от этого не холодно, не жарко совершенно. Но у нас свеклы нету, и, скорее всего, никогда ее не будет. Вот, а, хоть немножко, но мы все-таки можем заработать. Я понимаю, что такие заработки по 100 там, да? Ну, 2000, ну, 2000 тоже вроде бы как на дороге не валяются. И вы спросите, а откуда же 75 тысяч, которые нарисованы у нас? Это приносит нам доход теплички, как ни странно. Вот, можно было бы удивиться, я даже удивился немного, потому что каждая теплица, по-моему, ну, в общем-то, там 9 тысяч в сутки идет, шло, перед тем, как мы поставили вторую теплицу. Теперь 18. Что туда еще учитывается? Молоком мы вроде бы как не продаем, да? То есть, это нужно будет самостоятельно ездить. То есть, получается, что это теплица. И это, конечно, круто. С такими деньгами мы можем что-то начинать думать, что-то делать, покупать. Это уже легче значительно. Так, ну, вот вроде бы как сюда, да, нам нужно? Хорошо. И что-то я не вижу, что мы можем продать это. Может быть, солома сюда не продается? Может, в тюках она продается? Да? Нету. Ладно, давайте освободим сейчас работника. Вот у него почему-то всегда так получается, что приходится объезжать его с другой стороны. Вот бункер заполняется со стороны урожая. Который, конечно же, мы не можем вытаскивать. Так, пока там суть додела. Может, тут куда-то нужно дальше заехать? Ну, здесь дрова, скорее всего, да? Тут точно не солома. По крайней мере, вот эти вот значки, обозначающие, куда тут что выгружается. Может быть, они не совпадают. Бывает такое на разных картах. Покажите мне. Дайте мне прочесть. Не дают. Прочесть не дают. Продать дерево. Р. А солому? Нельзя продать. Солому, судя по всему, нельзя. Может, нужно заехать и тогда выйти и нажать? То есть, значок не появляется у нас? Вот как с деревом, да? Давайте смотреть. Может быть, сейчас будет продать солому? Продать дерево. И все. Солома не продается. Вот высыпать ее тоже нельзя, да? Короче говоря, значит, придется соломку тогда нам или запахивать, или куда-то складировать. Я помню, что я говорил о том, что мы будем покупать сарай. Возможно, как раз пришел тот момент, когда нужно сарай купить и туда забить его под завязку. Ну, а дальше уже просто не собирать. Возможно. Давайте тогда сейчас узреем, продадим коней, узреем, сколько у нас будет денег. И я бы хотел и комбайн, и сырай одновременно купить. Вот. Ну и, конечно же, теплички. Доход приносят хороший. Дел там немного с ними. В общем, толковая штука. Так. Годфри. Джокер, Джимбо, Бандит и Эскалибур. Все по 50 тысяч. 250 тысяч просто как с куста. Мы получаем это здорово. Ну, подтвердить. 325 тысяч. Мы получили 325 тысяч. Ура! Так, хорошо. Ну, давайте не будем расслабляться. Работаем. Пока мы тут будем сейчас денежки подсчитывать. У нас работник пускай едет. Работает. Дальше. Так, хорошо. Переходим к самому интересному, наверное. Или к одному из самых интересных. Я вначале хочу посмотреть комбайн. Все же. Так, вот он наш красавец. 84. 100 тысяч стоит Нью Холланд. И что же у него? Давайте, чтобы у него был бункер побольше, желательно. 3500. 3500. 5600. 25 и 20. Ну, уже лучше. Уже лучше. И собирает много чего. Нью Холланд. Далее. Нью Холланд. Нью Холланд. 4500. Что хуже, конечно. И скорость меньше. Дальше. Что это такое? Актива. Мессив Фергюсон. Уже 200 тысяч. То есть, это уже такая цена, по-моему, слишком большая. 8630 километров. И всего на 3000 больше бункер. Да, получается. Но здесь еще и жадко же. Жадко, скорее всего, тоже здесь побольше будет. Давайте посмотрим. Вот ТХ-32. Что по жадкам? Так, жадки, сила соуборочных, светлоуборочные, плуги. Вот он. 4 метра. А здесь 4,2. Даже у Нью Холланд даже меньше. Ну, может быть, за счет того, что он чуть-чуть быстрее будет ездить. И следующий, тот, который у нас стоит 200 тысяч. Жадко 7,6 метра. Актива. Это, конечно, классно. Но 50 тысяч еще нужно будет отвалить. 250 тысяч. Но у нас 350, да? У нас 325. И плюс ко всему же на сарайчик нужно еще оставить. Мне бы хотелось вот этот. И знаете почему? Потому что у меня его никогда не было. Вот, я понимаю, что это небольшой шаг вперед. Мне просто интересно на этом покататься. Можем, конечно, арендовать. Да, и немножко поездить, посмотреть. А потом... Ну, это зря только деньги потраченные. Или сразу купить вот этот вот активу. А что у нас? Ну, это 285. Пока что я никак не могу его взять. Ну, что? Тот, этот, активу или эту? Этот, тот или этот? Тот или этот? Ладно, давайте. Голос разума говорит о том, что нужно взять лучше. Так, хорошо. Давайте берем... Что у нас тут? Система GPS. GPS. Пока что, наверное, мы не будем. Широкие шины. Стандартные. Давайте, может, не знаю, широкие взять, что ли? Какая разница? Кроме 2000. Давайте. Так, да, хочу. И, конечно, нужно еще взять шаточку. Семь метров. Ну, это же совсем другое дело будет. Да, тут настроек никаких нет. Так, с чем я вас и поздравляю. Давайте. Мы останавливаем наймета. Хотя, может, пускай работает. Давайте, пускай пока поработает, а мы переместимся в новый комбайн. И покатаемся сейчас на нем. Ну, это ж, смотрите. Это ж, вообще, другой разговор. Красавец. Что внутри? Внутри тишина. Тишина. Никакой тебе пыли. Жарко будет. В общем, это есть за что заплатить четверть миллиона. А скорость? Скорость какая? Красота. Вот все познадется в сравнении, да? Вот сравниваешь старую технику, новую. И только после этого видишь, что это лучше. А если ты работаешь на чем-то одном... Да, еще давай разворачиваем. Привык уже к этому. Ездишь на том же, скажем, жигуленке, да? Ну, ездит, да ездит. Че тут? Но потом пересаживаешься на Теслу, и ты понимаешь, что это совершенно другое. И тебе уже неохота возвращаться к старому. Или можно взять как аналогию мобильный телефон. Вспомните ваш старый первый мобильный телефон. И новый, который у вас сейчас. Вот, захотите поменять? То-то и оно. Подстрижем. Здесь все равно работник не будет делать. По-моему, вот эта вот жатка как раз то, что нужно. Если шире, там 12 метров или 14, то постоянно приходится вот так вот головой туда-сюда вращать, чтобы видеть. Захватывает жатка, не захватывает. А здесь вот оно попадает как раз в поле зрения наше. Захватывает жатка. Так, хорошо, мне нравится. Такая постановка вопроса. Предлагаю подровнять вот где-то. По-моему, отсюда откуда-то начинаются проблемы у наших работников. Вот откуда они примерно начинаются, здесь можно будет подровнять. Вот, смотрите, сейчас стал так, как надо. В кое-то веки у нас два комбайна. Три трактора. Да я вообще себя чувствую настоящим фермером. Крутым при том. Этот комбайн можно было бы сдавать в аренду местным. Местным жителям. Так, у нас тут. В этап-то его никто не отменял. Местным жителям. Субтитры создавал DimaTorzok Я также надеюсь на то, что у нового комбайна шнек будет быстрее работать и мы сможем быстрее выгружать, потому что эти тритоны, пока дождешься, когда оно выгрузится, мне кажется, что и рак свистнет. Может и стоило GPS поставить, а? Сейчас бы ехал как барин по GPS. Ну ладно, 7000, по-моему, 7000. Дороговато будет. У нас уже денег не хватает на то, чтобы приобрести сарай. Он 96, по-моему, стоит. То есть нужно что-то сейчас выдумать для того, чтобы сарайчик все-таки купить и освободить поля от соломы. Может быть какой-то излишек урожая стоит продать? Сижу довольный, смотрите, в комбайне просто цвету и пахну. Вот что значит, заработал непосильным трудом на такую вот крутейшую технику. Я думаю, кто угодно, кто заработает четверть миллиона, будет доволен. А если удалось заработать миллион, которые говорят, что самый трудный, тяжелее всего заработать первый миллион, то это вообще... Считайте, что вы везунчик в этой жизни. Не, ну так можно работать, я вам скажу. Быстро. Скорость та же, но жатко в два раза шире. Постоянно бункер не нужно выпорожнять. Вот, теперь можно работать, потому что на Бизоне, конечно, немножко было тоскливо работать. Больше, наверное, нам здесь и не нужен комбайн. Мощнее, шире, жатко. Скорее всего, нет. А вот этот, наверное, идеальный для наших полей, для нашего фермерского хозяйства. И я так вот смотрю на этот наш Бизончик. Вы скажете, так его ж можно продать и купить сарай. Я на него смотрю, и мне хочется его оставить, потому что, смотрите, да, в два комбайна значительно веселее, как поделается дело. Может быть, вот, правда, тот желтый, о котором мы говорили, который стоит 100 тысяч, может и его приобрести. Потому что Бизон точно свое отжил, а вот желтый мне хотелось бы, просто ради интереса. Я на нем не ездил. Поездим, посмотрим. Да, жатко у него даже меньше. И зато бункер у него чуть-чуть побольше все-таки. Поработаем, а потом, возможно, его тоже спихнем. И купим еще один вот такой. А может, какой получше. Так, давайте подумаем, да? Остановись. Вот, для нашего нового комбайна здесь 5 минут работы. Может, так я и сделаю. Я сейчас запущу, пускай работает. Пока мы там будем разбираться, тут уже и поле будет убрано, и комбайн не стоит будет покупать. Не с той стороны я стал, шнек с другой стороны. Но нам этот еще нужно выгрузить. Так что придется немножко поманеврировать. ? Так. Костой. Так, хорошо. Да знаете что, пускай работает пока, да? Ну, нету смысла новый комбайн, еще один покупать. Потому что мы уже практически все сделали. Я думаю, что на следующий раз мы подумаем. А вот что нам точно нужно, так это сарай по 100%. Поэтому пускай немножко доработают, да? Пускай доработают, а мы тем временем его продадим после уборки урожая и купим сарай. Теперь осталось только место присмотреть и, в общем-то, все у нас будет в ажуре. Закончил работу, каким образом? Ему это удалось. Не начав работать, он уже закончил. Давай, давай, давай. Так, у нас там чуть-чуть. Давайте высыпем. Куда высыпется, туда и высыпем. Я бы, конечно, лошадям в будущем. Кстати, да, я же совершенно забыл о том, что у нас же лошади не куплены, да? Да, какой там сарай, какой там что? Какие там комбайны? Тут, наверное, придется красный продавать, сарай, может быть, и обождет, а вот лошадей нам точно нужно, иначе зачем нам весь этот овес? Правильно? Погнали, возьмем лошадей сколько сможем, и на оставшиеся деньги потом их докупим. Лошадь. Лошадь. И еще одно. Итого. 40 тысяч. Давай я еще возьмем. 68. Все. Подтвердить. 3 тысячи у нас остается. Во. Ну, теперь же совсем другое дело. Теперь это уже лошадиная ферма. Они просто три лошади там ходили. Теперь им больше нужно овса. Всего больше. И самое главное, нам теперь нужно думать о том, где же взять сено. Потому что для такого большого количества лошадей сено у нас не докупишься. Так, наверное, там страна не та, да? Вот, смотрите, 20 тонн. Мы выкинули 20 тонн. Ну, и счет он 10, наверное, будет. С этого поля. Это я уже хотел, раз было расслабиться и луга тут засевать, знаете, пчел поставить, цветочки ходить нюхать. А тут оказывается, что на наших лошадей этих двух полей будет недостаточно. Неужели придется покупать следующее поле? Ну, тогда его придется ровнять хорошенько. Так, ладно, хорошо. Подумаем об этом завтра уже, в следующей части. Я думаю, что мы окончательно решим, что мы хотим покупать, что нет. Самое главное, что покупка у нас такая вот сегодня большая уже произошла. Мы купили супер для нашей фермы, конечно же, да? Суперкрутой комбайн. Отвалив четверть миллиона евро за это. Благодаря, конечно же, лошадкам и Федору, нашему бессменному конюху, который приходит каждый вечер, вкалывает буквально всю ночь, выгуливает их, вычесывает лошадок. В общем, он просто молодец. Так, интересно, что будет дальше? Будет назад ехать? Почти захватили, да? Смотрите, чуть-чуть не хватило. Ну что, друзья, я на этом буду с вами прощаться. Встретимся в следующей части. Продолжим развивать нашу ферму, покупать новую технику, здания, строения, поля, луга и так далее. И будем надеяться, что ферма наша реально что-то назад налетла. Едь вперед. Реально подымется. Заработает первый миллион. Самый трудный. И дальше уже будет все у него в порядке. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова